здравствуйте друзья мы с вами движемся по городу сан-франциско это ну достаточно известная улица такая называется она калифорния и если мы будем ехать по улице калифорния долго 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 а это в общем-то план у нас такой примерно то мы приедем в самый что ни на есть центр сан-франциско вот но мы не то чтобы вот знаете хотели именно проехать под этой по этой улице и показать вам сам по себе проезд проезд является фоном на котором мы рассказываем о том зачем мы едем и куда по городу сан-франциско света скажи зачем мы едем и куда можешь сказать очень сложно сказать потому что плохо себе представляют эту всю историю но на самом деле мы едем на некоторые fashion show то есть доказ моделей но как это будет конкретно сказать не могу потому что никогда мы не были на таких шоу и никогда не участвовали значит что мы знаем мы знаем что все это будет происходить в некотором храме это первое второе это такой жилой район в общем-то и там с паркингом не очень хорошо но даже если мягко выражаться да там и ну не ответственные горы но вы увидите что там в общем-то специфика есть такая гор горная мы будем с вами как альпинисты такие там немножко автоматизировать на автомобиль теперь дальше что это модное шоу а мы со светланой выполняем роль медийщиков нам выдали пропуск на котором написано что мы кто мы там света мидия какие-то медиа эксос это позволяет нам попадать на некоторые мероприятия на которые смертных простых не пускают а медиа мы как раз по отношению к вам до медиа мы вообще по отношению к ютубу значит но дальше что там наши ребята есть как бы соотечественники наши я надеюсь мы с ними поболтаем да 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 мы ждем мы ждем это они нам говорят езжайте ну что же они нам что же они нам махали вот кроме того там будут гости нашего канала ребята которые занимаются фотосъемкой алексей и женя вот но они тоже медийщики получаются они они прямую трансляцию делать на фейсбуке да ты а на фейсбуке на фейсбуке а мы может быть эту прямую трансляцию тоже у меня как бы таскать средства есть технические но насколько получится я не знаю вот ну и заодно мы так поснимаем человек там переходит мы все это у кого есть тот переходит с коляской знаешь так идешь бывает с ребенком 2 1 у нее там на животе висит и такая маленькая женщина на и детки тропаты вот такое модное шоу еще в этом здании если вы посмотрите это 906 бродвей бродвей 906 бродвей там находится некий стартап или там стартап как бы тусняк который называется хек темпл хек темпл так что я вот даже не не очень знаю как какая ой какая связь между хек темплом и вот этой модным показом понимание мое такое что там люди пытаются совместить технологии и моду то есть наши догадки так это ну нет ты знаешь что я прочитал внимательно что написано про это шоу а она называется манга стены интер манга стены интернешнл фэшн шоу и вот я пошел почитать налево вот и господи поехали налево я что против нет я честно говоря ожидал что мы будем долго долго ехать по этой улице друзья наш маршрут приобретает неожиданные очертания ну послушай мы ввели адрес систему мы не можем так относиться системе я догадываюсь почему мы идем так уже там действительно это место находится недалеко от берега мы сейчас повернули к заливу друзья к сан-францискому не знаю выйдем ли мы к воде но красоту всякую вы увидите сейчас здесь очень красиво там даже тоннельчик на первые не поймем на мост мы точно не поймем забирай проверь я думаю что вы в тоннель не пойдем вот это сам франциско друзья сан-франциско еще немножко так поедешь и выйдешь из сан-франциско и попадешь на знаменитый мост golden gate bridge и уедешь туда совсем совсем даже загород загород нет как же не знамо там все замечательные места красивые вот нет нет все таки мы все таки мы попадаем в тоннель а уже тоннель и начну направо хорошо мы попадаем там друзья впервые мы с вами на нашем канале оказываемся в американском тоннеле вот они американские тоннели фонари у меня наверно горят цвета почему им не гореть если они автоматически на фигае я могу включить конечно специально но я бы не стал вот я доверяю нашему автомобилю он обычно сам всюду светится где надо расслабляемся уже не знаешь где включить его хорошо все едем как будем как все вот место которое мы проезжаем сейчас тут была военная база во время советского противостояния значит а потом тут вот дали горбачеву михаил сергеевичу далее бунгал небольшое для его фонда вот тут направо как-то мне это странно потому что карта показывает что дальше немножко сворачивать но с другой стороны выбора нет о красотища то какая да да друзья если бы машина вот это вот не повела нас таким занятным путем вы бы и не увидели красоты а тут слева знаете залив там очень много парусников я смотрю вперед я спешу то 6 отмель что я что я спешу так смотри нам не надо выходить нам нужно прямо на президио мы не выходим я не знаю по моему мы выходим вот как раз на карте судя по карте мы как раз не выходим да любят любят друзья в этой части города тоннели но этот такой я сказал большой просторный да наверное его прокопали существенно позже чем тот который первый был какие только какие только перипетии друзья не случатся с человеком который хочет оказаться на модном шоу вот так можно сказать или как-то красота требует жертв правда вот красота требует жертв что интересно вот я когда читал то что пишут про это шоу там было написано все пока мол перчис то есть там еще можно что-то купить но сдать обратно уже нельзя вот судя по если это пойми правильно но я просто рассказываю я же не то что собрался что-то купить а кто-то нам говорил что на шоу обязательно что-то продают мы с кем-то вот на днях разговаривали там шоу это обязательно что-то продают модненькое такое да но обычно друзья нам со сметланой силу габаритов наших трудно купить что-то модное вот если бы мы были худенькие раз абсолютно такие типа вот так вешалка 2 и молодые 3 и молодые вот это вот это лишь потому что нет я сразу потому что по молодости я хотелось этого всего а честно совершенно интересно другие вообще не имеет значения какая одежда ну как но все-таки хочется же выглядеть хорошо ну да но дело в том что вот модное и не модно вообще в америке понятия сейчас слева пройдет трамвай друзья наблюдаем это трамвай но типа типа автобус он даже вам мне кажется дернул там свой гудок немножко позвенел в америки моды понятия очень относительно то каждый ходит в том что мы это подойдет отношение людей к моде относительно а мода есть но здесь модно есть модные показы есть модные фирмы то есть тут наверно во всяком случае тут нету такого что когда пришел на работе скажет скажет как ты не модно одет ну друзья если вы будете программистом работать или там не дай бог тестировщиком значит вам никто не скажет что ты сегодня одет не в ту фирму да да так вам не скажут если вы будете работать тракером и на самом деле это значительно облегчает жизнь вот я как раз недавно над этим задумалась потому что как-то в нашу бытность проживания вот советском союзе все время было нечего водить думал вот как одеться что одеться здесь таких проблем нету одеваешь и то что есть под рукой вообще не там были люди свет они умели шить причем красиво шея не то что вот как не будем пальцем показывать а вот из наш корни на некоторые умели вязать некогда света у нас изумительно вязала на швейной машине на вязальной машине северянка да но знаете что машина у нас была а шерсти не было да ну мы покупали где-то там и шерсть шерсть воровали от меня но мы не воровали нет но вы как же вы могли украсть но на самом деле на самом деле я даже одно время у нас была соседка у нее была огромная черная собака да и она эту собаку вычесывала и у нее был целый мешок собачий собачьего пуха не выкидывала ни шерсти вот которая сама именно пуха из подшерстка а мы его сучили да да и она мне его продала за деньги я купила прялку электрическую и сама эту шерсть сприла то берется тоненькая ниточка на нее наверное я это все помню на эту основу и у меня была бы то что тогда было очень модно пуховая все но где же было так вот и собачьего пуха у меня был такой свитер да мне давали там подержать ниточку значит виду какой-то у нас нет носки кто делал собачьи носки кто-то был знакомый у нас кто делал собачьи ножки ноги в них горели ничего сказать не могу но свитер у меня было собачьей шерсти обычной шерсти там было немножко белый вот такого пуха и черного пуха в общем красиво такой по диагонали друзья почему вы только не узнаете поживя с наша нет нет по пути к моде высокой да там есть какие-то гости будут из австралии из великобритании имена разные там вот есть и русские имена есть и китайские и какие-то европейские поэтому шоу называется интернешь ну да ну сейчас мы туда раз ага вот тут был затык то ты понимаешь вот тут стояли все на дороге а теперь мы проедем дальше вот красиво как не туда а мы куда-то не туда не туда давай развернемся давай развернемся а что же мы не туда поля до поля чё ты вообще а я даже не знаю чего я так честно поем сегодня за поехали друзья я чуть не на поехал да ладно я был абсолютно уверен что нам именно сюда а а теперь вот непонятно нам на эту джордж нет нам не на джордж нам на хайвей нам дальше туда нужно как куда-то но вот эта большая дорога видишь куда идет вот это получается мы должны были вон там ехать по мосту сверху судя по всему то есть мы мы зря вообще ушли что ли с этой не за тыска выходить надо ну да ну а как я думаю что сейчас направо туда пойдем на эту улицу вот эту нет сюда направо пойдем тогда мы сюда пойдем на друзья вы видите как вот не просто все понимаете как не просто вроде машинка то говорила уходи с дороги я и ушел стал бы я она не сказала ну все так я не знаю так картинка такая была знаешь но ничего мы с другой стороны покажем вам заборки какие ну что сможем то покажем ты знаешь что поскольку and road work а народ вот нет надо сказать что в городе подошли на сказать что в городе качество дорожного покрытия существенно хуже чем вот например у нас кремниевое дарение скажи свет не смущает что она видит что мы не на той дороге находим за не показывает свет и говорит про навигатор автомобильный видимо у него ощущение что мы вот там где должны были бы быть то есть он не видит он видит что мы не там ты думаешь видят покажу у нас пока за совершенно ну знаешь что давай сделаем давай мы его отменим может быть давай мы его отменим так а сейчас мы скажем давай еще раз туда же destination previous destination до году вот сейчас глянем чем нам скажет ой мама вы по ломбарду нас хочет прости ну блин нам олит пока ломбард это совершенно ответственная у вас это вот еще раз никуда не повел вот я не вижу чтобы картинка на мониторе изменилась в какую бы то ни было сторону то есть он все равно как бы ведет нас как будто бы там ну да да мы продолжаем или правы или лев на какой-то усвета мы едем с народом народ не может быть не прав ну хорошо друзья мы пока давайте довольствие перестроился ну да но тогда он ведь как бы левее бери говорит он я читать но хотя такой страна с и выбора особо нет ну хорошо друзья мы пока значит прервемся а дальше будет видно что показать по дороге ну что друзья значит мы тут совсем немножко проехали и поворачиваем тут вот левее на улицу ломбард улицу ломбард каждый человек в мире знает как такую ветвящуюся туда зигзагную такую линию улицу да но она у нас в данном случае зигзага у нас осталось за спиной мы въехали на улицу ломбард немножко так погодя поэтому вот этой зигзагить мы не будем вот однажды я помню света вот когда у меня была другая машина вот не это вот мерседес у меня еще был такой мл там чего-то и тут какие-то люди приезжали из москвы со второго канала или нет это был канал россии на 2 езда и вот они приезжали там съемочная группа была и тоже я их отвозил по городу и один который оператор был он вылез друзья он вылез вот туда в санруф вылез туда через крышу и я медленно так ехал как мог по этой зигзаге по улице ломбард вот там сзади осталось стоял на сиденье а он его до его 2 значит там парень был который ему штативы там подносил он его держал за ноги чтобы тот не улетел там вдоль улице шли такие тропочки небольшие и там по тропочкам шло много китайцев в разные стороны и китайцы ему аплодировали вот он так снимал китайцы ему аплодировали но надо сказать что это потом никуда не попало то есть он наверное своим ребятам показал там когда все привез на сказать что меня тоже не показали вообще вот они снимали снимали там все и в школе у нас снимали какая штука интересный да такой мопед в школе у нас снимали но дальше им сказали что это совершенно неправильный образ друзья мой образ неправильный понимать потому что когда кто-то решает они ты сам то есть показали какие-то жизнерадостные жизнерадостные эмигранты как-то осваивают америка через милю света но мы милю еще должны проехать все прожить надо эту милю вот короче я своей жизнерадостью друзья и оптимизмом создавал совершенно неправильное ощущение у соотечественников об американской эмиграции то есть если бы я пьяный стоял обнимал березку или даже мочился бы под нее пойти это был бы один образ вот мол там бедный жалеет просится обратно его не берут а тут вот такой в общем не пошел мой образ не пошел мы по какой улице идем да вот это друзья сан-франциско тоже это тоже сан-франциско вот чуть левее туда чуть чуть левее параллельно нашему движению там океан там очень красиво хотя вот это место где мы сейчас с вами движемся тоже очень туристическое здесь масса ресторанчиков кофешопчиков тут такой бизнес бутики всевозможные и так далее здесь туристическое очень туристическое место и вот не случайно вот этот вот типа трамвайчик который на самом деле автобус вот тут идет это это таки да туристическое место а вот там впереди если вы видите большие дома стоят видите большие дома вот это тоже очень важная в сан-франциско улица называется она ваннес и она совершенно плоская знаете вот насколько сан-франциско такой город что все вверх вниз и там под большим углом а вот некоторые без это вот вот та часть где мы сейчас ели проры и специально что срыли срыли я мать сомневаюсь честно я сомневаюсь вот так вышло мне кажется хочется верить что так вышло это дорого закрыть то короче вот вот это вот ровненькая плоская и вот улице ваннес тоже квартал в сторону два квартала в сторону там такой еще что в космос улетаешь да ну на войны смы через полмили повернем и как раз с ванес очень удобно смотреть на боковые улицы которые лучами расходятся с одной стороны вниз другой мир да но это над головой крутить к сожалению камера такого не покажет и даже если бы она была у нас с этим самым 360 как у нас есть принципе мы не снимаем вы бы много не увидели в силу того что качество не очень хорошая обрезка такой нет я надеюсь что может я дома вот они такие высокие но это там просто такой высоты холмы что я надеюсь света что через некоторое время появится камеры 360 которые будут более-менее приличное качество давать но получается что нужно больше линз вот у нас там всего 2 линза 1 1 назад давай вперед провести 1 вперед другая назад а это же самая фирма выпускает где-то летом в июле по моему у них намечен релиз новая камера у которой 6 линз представляешь то есть вот 6 там конечно будет резкости намного больше теперь света угадай сколько стоит та камера а 6 линзах почти 1000 долларов ты не дешеви света ты давай цена настоящую давай еще больше 3000 так и есть друзья свету не проведешь второго она знает настоящую цену а вот я хочу сказать одну вещь что миша поехали что какие здесь узкие полосы в сан-франциско по сравнению с долиной да то почему здесь очень тяжело водить особенно на большой машине на большой машине полосы намного уже а движение намного сильнее более интенсивно еще пешеходы которые вообще на машину не смотрят они просто идут немножко горку идем но там переди вот хорошо видно да да и впереди там гайдзер видно что уже пошло наверх но мы туда не пойдем мы через квартал свернем направо я хочу сказать что вот я чувствую прямо мягкие мягкими тканями удары как бы колесами по поверхности тут какие-то ямки канавки может быть у вас изображение потряхивается это друзья не потому что я там сэкономил на чем-то просто машина потряхивает да там и гора и как люди там живут и паркуются нам богу известно но мы сейчас мы сейчас увидим мы сейчас будем в таком же примерно месте значит что еще сказать что улица ваннесс на которой мы сворачиваем сейчас вместе с трамвайчиком достойная такая по-своему интересная улица не только тем что она в общем-то довольно прямая при том что плоская при том что слева и справа вверх забирает вниз забирать посмотрите вот это вот вы знаете слева что творится вот это вот доминой один другой это же они не просто что один выше другого они там еще и с высотой а тут девки хорошие смотреть вот девки симпатично так что друзья если кто-то вот интересуется приезжайте в сан-франциско девчонки хорошие хотя скорее всего это туристы такие мальчишки что девчонки есть такие девчонки что мальчишки тут вообще много разнообразия такого да здесь очень-очень много туристов я много-много раз повторял что у нас плоская более-менее более-менее плоская я много раз повторял что в сан-франциско за год в сан-франциско за год туристов больше раза в три чем в российской федерации вместе во всей вместе взятой где-то миллионов миллионов 17 человек здесь это мы с удовольствием станем левее когда представится техническая возможность значит у нас раз два три четыре блока нам проехать но тут строят что-то таких узких улицах нет ну это не нельзя назвать узкой улице это дай бог когда она полностью открыта всем улицам две полосы здесь много старья по настроенного знаете такого что думаешь как она стоит ты еще и почему бы его не отремонтировали или на горни снесли бы чуть новенькое не построили это улица возрастная да так вообще тяжело жить в городе знаете вот я сейчас думаю задним числом и два года первые жили сан-франциско не думали что это тяжело нет нет мы думали боже как там люди живут в этой кремниевой долине они ходят в вьетнамках и там жарко сан-франциско как раз прохладненько вот и казалось как то вообще люди живут да это бродвей господа господа нам осталось всего 0 9 мили адрес я поставил церквище какая адрес я поставил не того места куда мы едем а по парковке на которую я запланировал попасть дай бог чтоб там как бы было местечко а дальше мы 22 квартала пешочком пройдем потому что как я сказал храм в которой мы едем темпл вот этот вот находится в жилом совершенно районе и запарковаться там можно только какой-нибудь параллельной парковкой на скале так что вот мы туда 2 не двигаемся к скале по улице бродвей вы наверняка слышали друзья про бродвей но вы не слышали об этом бродвей вы слышали о бродвее в нью-йорке вот там где много всякой развлекухи у нас свой бродвей в переводе значит буквально широкая дорога вы можете себе представить что называлось когда-то широкой дорогой да так красненькая вроде даже не за удобно на красный свет но правильно правильно вот он бродвей подо мною вот так можно словами поэта вот видите слева тоже такие свечи стоят они тоже там на холмах стоят то есть они конечно высокие и сами по себе тоже но свечи то есть здание так впереди а вон слева я говорю там тоже там тоже горы это просто довольно высокие холмы а там уже там от здания там не бог весть какое оно и большое и вот бродвей друзья он тоже в кафешечках он в ресторанчиках но если даже не в тоннеле как вот мы сейчас с вами будем там проезжать вот он такой в общем-то тоже туристический такой бродвейчик то вы можете друзья вы можете знакомым сказать там тем кому вы рассказываете о нашем канале можете сказать вы знаете вчера с портном и со свет и вот вдвоем да прошвырнулись по бродвею прошвырнулись во вторых слов длинный я вспоминаю в москве это в наше время улицу горького она же тверская видимо она сейчас тверская улице горького назывались три том на такой пижонской фене там там встретимся на стриту мы так не говорили но были люди нет нет мы конечно это нужно было в английской школе может быть учиться в языковой а у нас математической так не говорю а песни какие пели все это ты помнишь это я клёвая герла имею вранглера три польских батника канадскую дубленку платформу сапоги французские духи и из мешка пошитую котомку да вот друзья символ понтов того времени вот это были как котомка ой 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 а у светлана я помню мы с ней тогда уже познакомились и уже может быть даже женаты были не помню была рубашка польская рубашка называлась батником не рассказывать не буду она мне жесты делает не буду но в общем очень прикольная была рубашка польская да это было тоже как бы круто так скажем было круто самые крутые привозили эти рубашки из польши у нас были студенты поляки которые из польши привозили всякий шарпатрем и соответственно его распродавали среди соседей студентов в общежитии да то есть поляки фарцевали просто как даже трудно сказать это было круто но привозили и продавали ну да все могли купить и все были деньги на это да такая вот была жизнь ну что свет у меня там заливе я прекрасно вижу залив и мост водичку вижу сейчас все увидят вместе с нами значит у нас по правую руку буквально через пару кварталов будет вот та парковочка на которую мы едем и я надеюсь что нам удастся на ней запарковаться да а место которое нам нужно будет еще пару кварталов туда дальше вот в ту сторону в которую мы едем вот туда тут видишь вывески по-китайски пишут это все это улица стактон что где будет вот 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 может быть там вот а вот написано motor in видишь написано motor in вот парковка при motor in вот вот вывеска вот наверху стоит описано значит эта парковка она паблик но она при motor in это ин это гостиничная придорожная такая прибродвейская прибродвейская ну если здесь не удастся у нас там еще два есть на примете вот так что это самое злачное место где туристы все пошли злачное злачное это где уголовник вот друзья видите тут справа через дорогу там такие лотки я думаю что это это чисто сан-франциско такое зрелище вход в этот чайна-таун с гири задняя часть этого чайна-тауна слушай действительно в какой чай-то начали там попали да это правда это правда тетка стой так все видим вот он motor in motor in motor in hotel guest parking он ли это как а вот а вот паблик паркинг конечно мы же видим вот да друзья придется заплатить 25 долларов да вот нам сейчас скажут что где-нибудь там в украине 25 долларов это месячная пенсия и как жить а у нас они чем стоит то передо мной вот это стоит а вот тут на перегородил тоже въезд на паркинг а то есть может быть поэтому этот и стоит нет этот вообще запарковаться микроскоп ну дает мы же мы мешаем мы мешаем ну давай мы а свакоха спакуха с мы немножко отъедем тут и желтая чтобы она установится это его личное дело света а наше дело проехать мимо это чайна-таун он китаец света он у себя дома так вот там сейчас нужно эту большую так белую объехать и заехать машина идет вон там я думаю что машина не препятствует сейчас вот сюда заедем опана вот друзья мы вы с нами не только по бродвею прошвырнулись мы вы с нами еще и парковались как-то вы боком едем вот как-то странное ощущение что у меня налево перекосило кривая улица какая же ту лица вообще черт что значит так видимо здесь надо оставить машину на будке до что написано нет но мы не можем уже сами тут парковаться надо там вот там написано стоп хер где стоп хер но давай оставим лирки все тенден все тенден ну а где его сито искать так значит вот друзья сейчас придет человек и будет эту машину как-то там запарковывать припарковывать а мы будем значит тут мучиться ну нет я утрежу у тебя бумажки все документы есть с собой да мы мы знаем куда идем